Приветствую вас! В первую очередь мне бы хотелось сказать, что коллега Татьяна Васильевна, в общем-то, правильно акцентировала внимание на EQ, а не на IQ. Вот. И, в принципе, я полагаю, что на это вам в первую очередь стоит обратить свое внимание. Это первое. Второе. Делить мужчин, в частности, и людей на типы, в целом, это не та позиция, которая характерна для самодостаточной и действительно умной девушки. Девушки с высоким уровнем IQ, крепким, критически оценивающим умом. Потому что такой человек понимает все люди разные, типы в типы, весьма-весьма условно. Потому что любовь, любовь, симпатия, может возникнуть абсолютно между неподходящими типами людей. И это необходимо понимать. Так что здесь, здесь, ну вот, есть такие моменты, такие нюансы. Следующее, о чем хочется сказать. Это то, что вы говорите о возможности понравиться. Так что вы говорите, какому типу мужчин может понравиться. И далее вы себя, ну, перечисляете, как бы описываете. Вопрос в другом. Какие мужчины нравятся вам? То есть, самодостаточный человек ориентируется на себя, на свои потребности, на свои желания, на свои стремления и на свои предпочтения. В первую очередь. Но ни в коем случае не ориентируется такой человек на других. Потому что это непродуктивно. Ибо другие люди, они слишком непостоянны в своей позиции. То есть, сегодня им нравится одно, завтра им нравится другое. Да? То есть, нельзя ориентироваться, нельзя ориентироваться на других. Нужно ориентироваться на себя. Вот. Понимаете? Это важный момент. И этот момент не характерен для человека, опять же. Да? который, скажем так, является самодостаточным. Вот. Который является самодостаточным и который обладает высоким уровнем IQ. Вот. То есть, здесь тоже есть противоречие. Далее. Самодостаточность означает, что я принимаю себя полностью таким, какой я есть. Самодостаточность означает, что я не отрицаю в себе каких-либо черт, каких-либо моментов, каких-либо аспектов и так далее. А это значит, что я могу принять и других людей. Любого человека могу принять. И в таком случае, если я могу принять любого человека, то типы, типы мужчин, типы людей. Да? Не имеет абсолютно никакого, никакого значения. Просто потому, что я принимаю себя полностью. Я считаю, что со мной все в порядке. С другими людьми все в порядке. Значит, я могу найти общий язык с любыми людьми. Вы пишите, по идее, все эти характеристики могут отталкивать мужчин и пугать. Да, но каких мужчин отталкивать и пугать? Мужчин, которые воспринимают женщину как конкурента, то есть, которые стремятся конкурировать с ней, которые стремятся завоевать обязательно лидирующие позиции, для которых лидирующая позиция важна. Это первый тип мужчин. И второй тип мужчин, это неуверенные в себе. Мужчины, которые, собственно говоря, боятся действительно таких женщин. Но опять же, опять же, в любом даже неуверенном человеке можно найти искру. Можно найти заряд. Можно найти потенциал. И вам, вам можно это все, в принципе, раскрыть. Если вы, конечно, хотите это делать. Если не хотите, тут момент другой. Но, тем не менее, работает это, в первую очередь, именно так. Поэтому, мне кажется, мне кажется, что, если вы отталкиваете мужчин, если у вас не получается построить отношения с мужчинами, да, а я думаю, что именно эта проблема привела вас на наш сайт, то дело в том, что вы их отталкиваете не в силу типа, а в силу своего поведения. Вот. Возможно, вам не хватает именно женской модели поведения. То есть, мягкости, сексуальности, грациозности, мудрости какой-то, да. На адаптации. Вот. И так далее. Возможно, вы просто-напросто боитесь близости с мужчиной. То есть, близость для вас, это вот независимая, да, и так далее. Близость, это всегда зависимость. Близость, это доверие, открытость. А вы этого боитесь, в силу того, что вы независимы. Вот. И в силу того, что вы критически настроены. Вот. Понимаете, мужчин выбирает не умов. Мужчин выбирает сердцем. Мужчин выбирает чувствами. А чувств у вас здесь я не заметил. Не заметил я у вас здесь чувств, чувств. Вы хотите умом понять, какая фокус-группа вам подходит. И в этой группе, ну, как бы, взаимодействовать. Так вам нужно строить отношения по расчёту. А не эмоциональный, ну, не эмоциональный тип взаимодействия. Отношения по расчёту, это отношения типа дашь на дашь. Готовы к такому, к такому? Тогда никаких проблем нет. Если хотите отношения эмоциональных, то отношений эмоциональных, то, в таком случае, эээ, я думаю, вам стоит подумать над теми моментами, которые я озвучил. Вот. Что ещё добавить? Эээм... Отвечая на ваш, на ваш вопрос, наверное, вы и сами понимаете, ээм... Ммм... Как бы... Некую такую... Кламбурность вашего... Вопроса. Эээ... Отвечая на ваш вопрос, хочется сказать так. Что... Необходимо подтвердить... Эээ... Наличие... Тех качеств, которые у вас есть. Ибо, то, что вы о себе думаете, это не означает, что вы действительно такая. Простите. Простите. Это первое. Второе. Эээ... Если эти качества подтвердятся, то нужно эээ... Обратить внимание на то, какую роль в отношениях вы хотите занимать. В отношениях с мужчиной. Да? То есть, гендерная позиция. Гендерная роль. Дальше. Как... Какая модель женского поведения вас привлекает? То есть, какой, вы считаете, должна быть женщина... Женщина в своем поведении? Что такая женщина может дать мужчине? Что мужчина такой женщине может дать? И вот уже на основании этого вы будете смотреть, каким мужчине подходит под это определение. Только так. Никакой четкой фокус-группы давать нельзя. Ну, ей-богу, это же не... товар, который вы выбираете в магазин. В магазине. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Продолжение следует... ... ... Продолжение следует...